Друзья, ваша любимая программа. 13 неудобных вопросов. Сегодня у нас в гостях замечательная семейная пара. Мои друзья Талгаты, а им это мои друзья. Я подчеркнул, поэтому буду спрашивать интересные вопросы. Следующая программа будет с Артуром. Там не интересные вопросы, а вот надеюсь с Талгатом, а им у нас получится не мимичная программа, как была с Ногимушей. Ну и ты смеешься не как она. Почему вам не понравилась предыдущая программа? Вот почему мы перезаписываем это интервью? Нам не понравилось, как ты выглядишь там. Спасибо. Чисто ради тебя. Внешне, да? Чисто. В чем плюсы и минусы большой разницы в возрасте для брака? Ну тебе 40, тебе 20. Во-первых, мне не 40. Мне всего лишь 32, и я помладше тебя буду. А разница 9 лет. У меня вообще все нишняк, пусть она скажет. Поначалу, конечно, меня тоже испугало это все, но со временем я поняла, что я ее не чувствую абсолютно. То есть у нас и вкусы в музыке, восприятие мира, взгляды на жизнь, они абсолютно одинаковые. И либо он молодится со мной, а я, наоборот, набираюсь мудрости вместе с ним. То есть такой некий баланс между нами. А ты Финал Гона покупаешь? А Финал Гона? Да, не знаю. Это он мне его покупает. Ага, да, реально. У меня здоровье хромает. Ну как хромает? У него часто бывает такое, что там голова болит по мелочи, там спина болит. У меня такого нет. Ну голова вообще в браке у многих болит. Вы проверяете телефон друг друга? Ну нет, один раз в жизни было. Я пару раз проверял, бывало такое. Нашел что-нибудь. Нет. А как, ну в смысле пароли вы знаете, да? Да. Типа человек спит и типа... Да, пароли знаем. Я, кстати, вот недавно проверяла его телефон тоже, просто мне было интересно. Все-таки, а чтобы ты понимал, он первый проверил мой телефон. А он первый допустил, да? Да, первый допустил вот эту линию. Ну слишком было интересно. Я зашла почитать. Нашел ты? Нет, ничего такого. Ну хоть какой-то маленький повод. Нет. А ты где смотрел, что, ватсап? Я посмотрел все. Телеграм. Телеграм, я посмотрел дайрект, я посмотрел ватсап. Альбомы? Альбомы, нет, альбом не смотрел. Фейсбук мессенджер. Не, у него нет фейсбука. У меня фейсбука нет, кстати. Хорошо. Я зашла, посмотрела, просто от любопытства. Ничего, там в основном одни мужики. И я такая, типа, ладно, окей, короче. Минут 20 заняло это все. В директ заводила? Посмотрела. В директ. Кстати, вот нет смысла, потому что он часто кому-то отвечает. Он отвечает своим подписчикам. Если зайти в его дайрект, я, которая ранее 5 минут назад писала, я прям буду внизу, потому что он отвечает другим. Кто у вас в семье главный? Он. Вот прям без вопроса. Да. Сука. Что за волну за гейбот? Ну, ема. Ну, мы, конечно, обсуждаем все абсолютно, если придем к какому-то решению. Нет, я спросу, да. Из-за чего вы последний раз ссорились? Мы ссорились последний раз 2,5 месяца назад, да, где-то 3 месяца назад. Мы прям отчет ведем, потому что, когда мы только женились. У нас рекорд. А, то есть вы прям держитесь, да? Нет, мы знаем, не то, что держимся, мы как бы вообще вспыльчивые люди. Очень. Мы очень похожи. Да, да, и нас может что-то напряжение с утра, что угодно и все. То есть, ну, наверное… Вы стараетесь друг друга на опыте держать, не провоцируйте. Я расцениваю это так. Когда мы только женились, соответственно, идет притирка друг к другу. Мы начинаем замечать, какие мы в быту. И бывало такое, что не было в отношениях, проявляется после замужества. И я иногда к этим вещам, возможно, относилась по-другому. Говорила такие, почему сплю за это? Я тоже. Мы вдвоем очень вспыльчивые, нас легко завести. Сейчас со временем я поняла, что если он где-то разозлился, мне лучше промолчать. И также он, если видит, что я больше разгневнулась, то ему лучше промолчать. Ну, то есть сейчас мы уже пришли более к идее. Я вообще считаю, что иногда периодически там ссориться по мелочам. Это нормально, да? Странно, если вообще все идеально. А быть вас не с Хао? У вас новая квартира, да? Прикольно. Да, мы приобрели квартиру. У нас быт прикольный на самом деле. Вот карантин был. Мы вообще не скучали. Мы балдели. К сожалению, не можем рассказать, что мы делали. Но мы реально делали все. В смысле, что вы накуривались? Нет, не накуривались. Ну, реально прикольно. То есть мы можем целый день проводить вместе. Она там готовит. Я там, не знаю, фильм смотрю. Вместе готовили. А большая разница в жизни между теми, какие вы в Инстаграме и какие вы в Реале? Сказать, что мы лучше, конечно, будет немножко, ну, как тебе сказать? Слишком, наверное, для нас неудобно, но это так и есть. Ну, да. И скромно, да? Да, не скромно прозвучит. Но я считаю, что если бы наши подписчики видели, какие мы на самом деле, это было бы намного прикольнее. Ну, в общем-то, я лично в маске, честно. Я вот стараюсь все равно лично не позволять. Я часто шучу, я часто там ору, я пою и так далее. Нет, ты же великолепно поешь. Спасибо. Неплохо. Ну, то есть ты вот так привлек внимание молодой девушке? А я добил. Добил этим, да. Я как-то видел Таугу, он так пел в караоке, там, Меладзе где-то плакал, по-моему. Да. Как вы познакомились? В общем, она, как мы и говорили, да, у нее сломалась машина. Я не могу понять, как я тебе могла понравиться, потому что я пришла без мейкапа, с жирными волосами, с дульками голове. Как он подписан был, он знал, как ты еще… Как ты с мейкапом выглядишь, да. Ну, а без-то он же не видел, наверное. Вы все же утром, ну, как бы, реально. Нет, вот, кстати, мне нравится, когда она без мейкапа. А? Мне нравится, когда она без мейкапа, реально. Я прям… Это, знаешь, когда у тебя есть Бентли, легко говорить о том, что тебе нравится Тойота. Ну, условно. Ну, то есть, я к чему говорю, у тебя, ну, реально красивая, ну, красивая супруга, да, на которую подписано огромное количество людей, да. Да. Которые, там, подкатывают, как ты говоришь, подрезают и так далее. Конечно, ты можешь говорить все что угодно, да, с мейкапом тебе нравится, без мейкапа, но давайте вернемся к истории. Ты сломал ее Кию специально. Окей. Да, она приехала к нам. Да. Мы… Почему она приехала к вам? Вот, расскажи про коварный план. То есть, у меня на тот момент порядка двадцати тысяч людей. Да, ты думаешь, как же раскачаться? Ай-яй-яй, ну, окей, смотри. В общем, мне мои подписчики скидывают ее сториз, она говорит, ребята, моя машина сломалась, где отремонтировать? Я просто делаю репост и говорю, давайте подскажем, где самый лучший автосервис. А мои подписчики, они на самом деле такие, знаешь, преданные, топят конкретно. Шпионы. Все стали писать ей. А, типа, маршал, 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 маршал. Да, все. И в итоге она приезжает туда. В первый день я не смог ее встретить все-таки, там, после кристалла, в общем, я отсыпался. Ну, вкратце, да, расскажу. Но все-таки через месяц она еще раз поломалась, сломалась в реке. Кристаллы-то караоке. Ага. Да. И я думаю, там уже она специально сломалась. Если в первый раз я сломалась… Причем, ей самая ломучая машина, будем откровенны. Да. Если в первый раз я сам сломал ей машину, то второй раз она уже сама, короче… Так в итоге она и оказывается не сломалась, я просто… Да. Она просто хотела меня увидеть. В общем, давай я добью эту историю. Бегала с тобой, ага. Да, и приезжает, я здесь уже ее встречаю, в общем-то, она мне нравится. И мы начинаем… Я ей делаю экскурсию по маршалу, и мы начинаем общаться. Я понимаю, что это на самом деле очень хрупкая, такая девочка, воспитанная. Мы с ней на вы, короче. В общем, сделали круг. И я вечером еду, и все о ней думая, думая… Ты не знал, да, как она общается со своими сокомандниками? Да, на тот момент я не знал. В шоке был. Ну, в общем, у меня есть ее номер, и я думаю, ну а почему нет? Я был 100% уверен, что она в отношениях. И… С вот этим длинным? Нет. Ну, я вообще не суть с кем. Вообще, я думал, что она в отношениях. Беру, в общем, как сейчас помню, пять-шесть вечера, сейфуни на Альфа-Раве, пробки. Отправляю аудиозапись. Я говорю, Аим, здравствуйте, у тебя… Она до сих пор хранит это голосовое. Да. Я говорю, здравствуйте. Да, утром я, наверное, не выспался. В общем, я предлагаю… Я могу его даже включить. Типа, а, да, давай. Давай. Это, типа, бывает же, это наша песня, это наше голосовое, да? Да, это наше голосовое. Так, смотрите, вот… Нет, вы почему такие, этот, вообще, бессердечные? Я так хочу признаться… Давай, говори. Это было романтично, понимаешь, да? Гарри, Гарри. В общем, я отправляю эту аудиозапись с десятого раза. Я там говорю… Ну, сейчас она включит. Вот. И беру… Можно к микрофону поближе? А, Аим, привет, еще раз, как дела? А, уже на ты там. Блин, в обед, наверное, я еще спал. Нормально даже не поговорил с тобой. Хотя давно хотел… А, голос такой. Вот. Слушай, мы можем встретиться еще раз, чай, кофе попить или поужинать. Как ты на это смотришь? А что, ты резко погнешься? Нет, все, на это все. Нет, там ответ. Там мой ответ просто. А что, вот, значит, не вот и можешь ставить, а сколько? А мой нет, всем интересно. Я сейчас скажу, что оно… Смотрите в следующей программе. Да, да. Скачивайте на нашем телеграм-канале. Ребята, вы дадите мне сказать или нет? Я все… Самый романтичный чек, кстати, талко. Я реально это подтверждаю, да. Так, так, что там? В общем, с десятого раза отправляю и вообще нахрен отключаю интернет, мне, представляешь, вот, я не знаю, как она отреагирует. То ли скажет, ты, типа, окей, отремонтировал… А ты прям как подросток переживал? Да, да. И я думаю, сейчас будет ответ. Или скажет, слушай, чувак, ты отремонтировал тачку. Ага, сказать. Да. Ты гонишь, что ли? Ну или давай окей, да. Все, я отключаю интернет и спустя там 15 минут она отвечает. Я все-таки набрался храбрости прослушать. Она говорит, да, конечно. Вот такая. А вообще, как это было? Я же его увидела в Маршале и по голосовому сообщению, когда до этого голосового сообщения, когда я его еще не видела, я представляла такого, знаешь, прям вот ага-шку, реально такого в масле, пузатого. Ну и я не рассчитывала увидеть там точно своего будущего мужа, поэтому пошла вот… В итоге пузатый, но без масла. Увидела талгу, высокий такой, и мне показался очень симпатичным. Я сейчас, ну прям реально, тогда у меня прям бабочки в животе заиграли. И я вышла с Маршала, еду и записываю голосой своей подруге. Говорю, блин, он капец, короче, такой ничошный. А, серьезно? Но что-то он у меня не спросил ничего, типа… Ужан минут. А он типа не… Он типа не сказал мне, там, пойдешь со мной поужинаешь. Он ничего не сказал. Я говорю, наверное, он женат. Она такая стыд… Нет, это старый волк, братан. Она такая стыд. Блин, жалко. Типа, ну ладно, ничего страшного. И потом, когда мне талга отправляют в 6 вечера, это аудиозапись. Я думаю, он сейчас, наверное, интересуется, как машина, нормально все. И это аудиозапись. Я слушаю, и я просто пересылаю своей подруге и начинаю орать просто ей в голосовой. От счастья. Прибежала домой, показала своей сестре. И когда он меня позвал на свидание, мы в итоге пошли. Через три дня я сделала вид занятой леди. Хотя у меня были свободные вечера. А я до этого дня, вот она сказала, в пятницу… Короче, вы держали оба позиции. Ты сразу не подкатил. Я не пишу вообще. Она три дня тебя маринует. Никогда не пишите и не бомбите девчонок. Хотите подкатить грамотно, ждите, вы ждаете. Тем более дикпики нет. Давай. И в итоге я прям лук собирала. Вот завтра у нас свидание. Я вот за ночь до начинаю примерять всю одежду в гардеробе, фотографировать девчонкам. Я впервые такое делаю. Я впервые пошла в салон сделать укладку на свидание. Серьезно? Настолько. С СТОшником. И как-то так я капец намарафетила, сделала укладку, одела свою лучшую одежду и вышла такая вся чекуля. И вот как-то так. То есть у меня уже были тоже чувства к ней. Ну я волновался жестко причем. Я прям тупил. Он едет и там пешеход. Вот все, вот почти что мы взбиваем его. Он так вот просто увернулся. Я говорю, а тут вообще-то человек шел. Он такой, а, Дань, что-то я не заметила. Такой весь аж вспотел. И на меня не смотрит. А я на него смотрю, что ты ему рассказывал. Я так поглядываю. Серьезно? Она со мной едет. И бывало такое, что… Такого еще не было. Бывало такое, что мы на одностороннюю улицу заезжали, и четыре машины ему фарят, типа. А я такая думаю, ты вообще-то односторонняя. Он такой, ой, ё-моё, типа ничего-то не заметил. Ну было, да. И он очень сильно волновался. Чуть-таки красными, красными. Крутирунду неас? Он нет. Он, в общем, сидел в этом… Мы пошли в афишу, сидели. А он что-то сидит, подправляет прическу. Видно, что он на нервиках. А я смотрю и думаю, что происходит. Вот в один момент он чувствует, что что-то напряжение растет. И он такой, я пойду, отойду. Там у меня друг пришел поздрос. А он, оказывается, в туалет отошел. И просто смотрел в зеркало и сказал, тебе нужно сейчас собраться и, в общем, покорить ее. Серьезно? Да. Не, реально так и было, да. И он вернулся со всем другим человеком. Он уже вот так вот сел. Ты мужик. Ну так рассказывай. А я такая стою, смотрю, что-то как будто его подменяли. Вот близнец, что ли, его прошел какой-то, блин, более раскрепощенный. Как в фильме «Сплит», да? Да. Ну было что-то, что вы после свадьбы друг о друге узнали? Ну такое прям, типа… Он ленивый. Ну многие же меняются вообще после свадьбы. Ленивый. Он ленивый, а я рассеянная. Маша растеряша. Я рассеянная очень. А до этого вы не знали? Ну что, настолько? Настолько, да. Твоя ленивость в чем проявляется? Я, например, честно, да, я не люблю что-то делать по дому, честно. Меня напрягает. Если я увижу какую-то ручку, то, что она отвалилась, я не хозяйственный, можно так сказать. Мне проще… Как тогда ты детейлингом управляешься? А это в кайф, понимаешь? Это в кайф. И есть вещи, которые я не хочу делать. Розетка отвалилась, я ее не буду чинить. Мне проще попросить кого-то там дать денежку или там, не знаю, ну что-нибудь придумать, да я этим не буду заниматься. Вот честно. Это, наверное, мой минус. Я прихожу домой и просто… Он тоже лежит в телефоне. И я начинаю говорить, Жан, вот это нужно будет сделать. Или нам нужно на завтра собрать вещи. Что-то такое. Начинаю ему говорить. Он такой, а, да, лень проявляется все-таки. Я ему прошу о чем-то сделать, а он нет. А я, допустим, могу потерять что-то легко. Вот кошелек потерять, удостоверение потерять. Вот у меня это прямо… Да, у меня в этом плане порядок. Доброе утро. То есть у меня всегда есть место, где лежат документы. И у меня все в этом плане должно быть четко. Где ключи, а она может оставить, забыть. И вот такие вещи я в ней замечаю. Они раздражают? Нет, не раздражают. Они все-таки не раздражают. Да, я ей говорю, так нельзя. Надо более как бы… Так раздражают или не раздражают? Ну, не прям, что я из-за этого сильно злилась. Но это все-таки его минус. И он признает, и я свой тоже минус признаю. Я не знаю, как исправить это все. Чтобы вы понимали, сейчас у нас идет ремонт. Да. Закуп мебели и так далее. Она полностью сама занимается. Я, честно… Я лучше в детейлинге еще один ремонт сделаю, вот честно. Но… И знаешь, мне вот эти вот моменты… Это же все-таки больше женские, да? Там, какого цвета стены и так далее. Там есть дизайнер. Я говорю, сами обсуждайте, сами решайте. Мне вообще пофиг. Черракотовые, да? Ну, типа того. Лососевые. Да. Отлично. Вот ты ревнуешь, а им вообще в целом поклонникам получается? Конечно. Да? Да, ревнуешь. Артур? Артур – нет. Ну, когда мы только познакомились… Не, ну, казалось же, что они как-то вместе там ходят. Это роль. Ну, смотри, я когда только с ней познакомился, начал общаться. И у меня были уже серьезные планы, конечно. Мне было интересно, кто, кем является, да? Ну, ты скандал какой-нибудь закатывал? Нет, скандал не закатывал. По Артуру поводу. По Артуру нет. Прикид скандал. Но я когда уже познакомился с Артуром, мы сейчас общаемся, хороший парень, у меня все вопросы отпали. И меня вообще напрягает, когда что-то непонятно. Когда все понятно, все, вопросов нет. Ну, это на самом деле очень правильно. Ну, всегда нужно расставить точки над «и». Да. Люди часто нас плюсуют, и до сих пор бывает такое, что типа вот, Артур, Аим, я не могу понять. Мы сто раз уже говорили у себя в сторисах, там. Людям объясняли даже во всяких интервьюх. Не нравится, да, у тебя вообще в целом? Он мой друг. Вот я не знаю, у меня к нему такое… Ну, как парень, так сильно. Дружеская отношение. В смысле, тебя он не привлекает? Я знаю об его отношениях, и былых, и нынешних. Да? То есть как-то у меня нет такого, что… Да и было время, когда я была холостой, и он был холостым. Но все равно мне не хочется, вот и все. Ну, перед вами мы его записывали. Он говорит, спроси у Талги про Кунилингс. Ну, балбес натуральный, да. Балбес. Да, балбес. С ним невозможно разговаривать. И раз встретишься… И отвечать не будешь, да? Начинают шутить. Ну, нет, конечно. Ну, это в силу, наверное, то, что для тебя в твоем окружении не было таких людей. Мне с ним все-таки привычно. У нас в команде и Карина, и Артур. Уши вянут. Вот реально. Они когда троем собираются… Четвертый. А кто четвертый? Карина. А, Карина Воль. А, еще есть, да? Нет. Почему-то трое. В общем, когда они собираются, уши вянут. Они так разговаривают, как сапожники. Ну, это… Ну, это… И ты имеете в виду наш прикол. И он не выглядит таким каким-то несуразным. То есть, все-таки в жизни бы хуже, чем в Инстаграме? Мы прикольней. Прикольней. Мы креативней. Ну, тебе нравится ее популярность? Ты знаешь, я не знаю АИМ другую, да? То есть, я ее встретил уже популярную уже. И так… Ну, на тот момент, когда мы познакомились, для меня, как бы… Я все убрал от нее. Я именно знакомился с АИМ. И этот человек, на самом деле, меня поразил тем, что… Ну, то есть, все равно ее узнал популярной. Конечно, конечно. Ну… И понравилась она тебе популярной? Да. И говорила она, что у нее Киа это сломалось, будучи популярной. Ну, да. Нет, это, конечно, все повлияло. Ну, то, что мы познакомились. И женился ты на ней, чтобы тоже стать популярной? Нет. Это план его был. Он так бы профессовал. Да, чтобы раскачать детейлинг. Да. Да, да. Да, чтобы потом все вот эти Артуры… Он эту яму копал же, чтобы я в нее попала. Юсуповы. Да. Семейством все ходили и рекламировали детейлинг. TI-дитейлинг. Ну, ты знаешь, TI-дитейлинг настолько крут, что… Да. Что ему не нужна реклама. Ну, не помешает нам. Тем более баннеров. Не помешает нам. Что ты вообще о ней думал до того, как вы познакомились? А, кстати, вот наоборот, я Талгу встретила, когда он был не популярным. Ну, у него было примерно 20 тысяч подписчиков на тот момент. Но я о нем не знала и не слышала. То есть для меня это был вообще… No name. No name. No name. Вот. И я… На моих глазах он так вообще изменился. И я вот честно очень рада, потому что он в блогерскую вот тусовку как-то так очень… Влился органично, да? И это ему, кстати, идет. Типа нет такого, что… Блин, Жан, тебе лучше не стоит этим заниматься. Такого у меня не возникает мыслей. А в какой момент все-таки ты решил, что хочешь на ней жениться? Ну, ты собрался. Сколько времени прошло, когда вот… Предложение было сделано 5 месяцев после того… Ну, и то я ждал ее дня рождения. Да. Так можно было и раньше… Так будет на следующий день, да? Ну, типа того. Через месяц я понял, что я реально хочу на ней жениться. Все, да? Да. Вот все. В капкан попал конкретно. Я потом через 2-3 месяца свозил ее в Ахтубе, познакомился со своими родными. У меня есть сестра родная, у нее семья, брать. Они как одобрены? Они, короче, все… Я когда говорил, что у меня серьезные отношения, причем я скрывал об этом поначалу, и все восприняли, так, ну, разве она готова к серьезным отношениям? Ну, не там… Ну, мой образ в Инстаграме все-таки дает о себе знать. Все думают, она же вообще сорванец вообще, оторва какая-то. Да. Ну, она пацанка. Она как реально пацанка. Я всем говорю, ребята, вы просто еще ее не знаете. И то есть у меня не было такого, что, блин, я переживал одобрит, не одобрит. Я просто привез ее в Ахтубе, в зал закрыл дверь, там мама, сестра моя родная Индира, и они вот троем пообщались. Я на минут 30-40 ушел. Возвращаюсь, они сидят в срезах почему-то. Я не знаю, что они обсуждают. Ну, то есть в хорошем смысле. Они что-то обсуждают и смеются, и такие вот… Типа, кого он напрягает? Нет, там я не знаю, что они, я даже не стал спрашивать. Но в целом я видел счастливые лица, и все. Но ты же при этом подарил ей машину. Да, через… Ну, я расскажу эту историю. В общем, мы летим в Корею вообще по другим делам с моей сестрой. И тут Талга говорит, я хочу с вами поехать. Для меня, мы на тот момент встречаемся всего лишь месяц, было это, ну, типа, как героический поступок. Все-таки он не хочет двух девчонок отправлять от них за границу, и решил нас сопровождать, учитывая, что у него есть работа. И я такая, ну, окей. Меня это очень обрадовало. Я чувствовала, что с нами летит реально, ну, мужское плечо. Мы вылетаем туда, все хорошо, все классно. И в какой-то день мне становится очень плохо. Я попадаю в больницу. У меня падает артериальное давление. Я не могу даже сидеть или стоять. Я могу только лежать. И все, мы попадаем в больницу в первый же день в Корее, вечером. Мне там диагностируют вообще какой-то, ну, ужасный диагноз. Не буду говорить какой, но там мне сказали, что это очень, очень опасная, в общем, опасная ситуация. Типа 50 на 50, ты можешь умреть. Да, мне так и сказали. И к тому же они не церемонятся, кореец, прямо в лицо говорят. You can die, типа, если ты не будешь делать эту операцию. Я стою, а там операция очень дорогостоящая. Ребята из UFRAME сразу похватились, скинули все сбережения. В районе 70 тысяч, ну, я с собой-то точно не возьму, чтобы сумма. И причем надо оплатить вот сейчас. Сейчас. 70 тысяч долларов. Да. И ребята из UFRAME сразу же спохватились, скинули все свои сбережения. Они открыли там группу, умирающая. Мои ребята тоже помогали. Вот. И Талко со своими друзьями. Все его, в общем, начали скидывать на лечение мне. Сбор открыт. Да. Я была в шоке, потому что я не могла, я постоянно спала, я не могла вставать, я постоянно лежала, я не кушала. Меня кормили через капельницу. И Талко в этот момент лежал возле меня на кушетке кожаной. Ты об этом рассказывала? Нигде еще не рассказывала. Он лежал на кушетке без подушки, без простыни, без одеяла, на холодном диване. Просто целую ночь меня просто дежурил. Я честно ему была очень благодарна. То есть, чтоб ты понимала, она в туалет не могла сходить. Я в туалет не могла сходить. И все это он мне помогал сделать. Не буду говорить как, но он мне реально помогал. И в этот момент я просто поняла, что хотя вместе встречаемся, это тот мужчина, за которого я хочу выйти замуж. Мне тогда проснулись эти мысли. Операция? Операция. Потом в итоге получилось так. В общем, у меня было кровоизлияние в брюшную полость. И чудом каким-то у меня вначале падал гемоглобин. В итоге мне перелили кровь у одного корейца. И благодаря этому у меня ранка стянулась. Я стал азартный, да? Я извиняюсь. И зарубцевалась. В итоге мне чудом повезло. Мы вылетаем в Алмату. Я лечу в бизнес-классе вот так лежа. Я не могу сидеть, потому что. Мы приезжаем туда. А, еще они сказали, если вы будете лететь, это очень опасно. У вас под давлением может раскрыться снова рано и опять может пойти по кровоизлиянию. Поэтому это было очень чревато. И там говорили, что вы будете задержаться. Она написала отказную. Если что, претензии не имеют. Если у меня там что-то произойдет, я сама виновата. Прилетаю в Алмату и сделали уже в местной больнице Савминовской. Я прилетаю. Талга за день до вылетает. Меня встречает. Я на инвалидном кресле еду. Мы подъезжаем к моему дому. И стоит машина БМВ без номеров. На том месте, где обычно паркуется мой отец. И папа такой, что за тип поставил машину сюда. А Талга мне, пока мы ехали, дал ключи. И меня, получается, к папе отдал. И сразу уехал. Я говорю, что? Я говорю, это моя машина. Папа такой, в смысле твоя? Я говорю, Талгат подарил. А куда он делся? Я говорю, он уехал. Я на тот момент даже не был знаком с родителями. И этот подарок... Через сколько ты подарил машину? Через месяц. Через месяц. Один раз, да. То есть официального знакомства не было. Но я этот подарок... А ты всем даришь машины? Нет, первый раз. Так скажем. И просто она как бы актриса. Ее знают все. Я бы хотел, чтобы... Я вижу, как она водит машину. Она любит это делать. Поэтому ей нужна BMW, да? Ей нужна BMW, да? Ей нужна BMW, да. А у моего друга была BMW классная, которую он продавал. И я, в общем-то, ее купил. Водители BMW же все адекватные люди, да? Да. Ну, в общем... Поэтому после того, ну, ты увидел, что она ездит на коляске, да? Ну, и главная причина была... Я решил ей подарить другую коляску. Я в коем случае не говорю, что Kia Ceed какая-то плохая. Офигенная машина. Но я хотел... Я вижу... Но ты еще была в коляске, и он тебе подарил BMW. Да. Я подъезжаю. Папа стоит, говорит, в смысле, это лад. И я просто вот с этой коляске подскакиваю. Вот все, уже ходить начала сразу же. Побежала... Я могу ходить BMW. И я реально... Папа смеется, говорит, ты только что вот так вот еле доползла, сейчас побежала, быстро открыл машину, села. Я такая, о май гад, это серьезно, не сон ли это? И все, у меня настроение подскочило до небес. Я забыла о том, что болею. И, наверное, на этом фоне радости я быстро вылечилась. И вот... Мотивацию. С тех пор, да. Я думала, мне нужно было скорее вылечиться, чтобы выехать в порт. Она тоже просто любит машину и любит водить. Я вижу таких людей. Да, у меня есть вот друзья, которые... Ну, им вообще, машина это просто средство передвижения. Когда у человека любовь к автомобилю, к вождению, там вход идет или BMW, или Mercedes. Красота. Когда дети будут? Ну, это, конечно, мы как... Один из самых задаваемых вопросов в последнее время. Один из самых задаваемых. Ну, это все родственники. Чего там? Казахская тема такая. Ну, мы однозначно хотим. Часто люди спрашивают, мы говорим, это не ваше дело, как бы это наше дело. Мы, естественно, держим это в голове и планируем. Мы в прошлом году женились и этот год мы хотели провести вместе, хотели путешествовать. Насладиться друг другу. Насладиться. Идеальный год для путешествий. Да. Не говорите. Но не получилось. Мы даже открыли визы в Америку. Мы в марте собирались ехать. И здесь вот карантин и все. А ты же вообще собирался переехать в Америку? Да, было дело. До того, как познакомиться с ней, я думал поехать. Ну что, холостой. Почему нет? Вот. Ну, до сих пор эта мысль меня не покидает. А его не ревнуешь к подписчицам? Ему вообще пишут? Ой, нет. У него там в основном мужики. И даже если пишут, мне как-то, ну, типа, я норм к этому отношусь. Я уже не раз говорила, что если к нему кто-то подойдет, я могу подойти и врезать. Да, кстати, спросом. Был инцидент. Был инцидент один. Мы сидели, в общем, в кристалле. И подошла одна женщина. Она жена его знакомого. В общем, его там друг, знакомый, можно сказать. Жена его, получается, уже прибухнула. Подходит, садится. Я с той стороны сижу. Она садится возле него. И видно, что уже прям вот так вот все, она поплыла. И в один момент она вот так вот его берет. Я сначала смотрю, а мы встречаемся всего лишь два месяца. Я смотрю и думаю, ну, ладно, может, это вообще его какая-то близкая подруга. И к тому же у нее есть муж. Я думаю, ладно, не буду ничего говорить. Она вот так вот сидит, сидит. Потом в один момент она вот так вот начинает делать. Не помню. Да, 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 так и было. Что еще делала она? В этот момент она начинает уже как-то… Ну, все, ее туда несет. Я сказала, убери руку, ***. Еще? Не, она реально… Не, ну, то есть я сидела, я еще думала… Мы так с ним общаемся. Вот я прикасываю, убери нахуй руку. Ну, честно, я не знала сказать, не сказать. Вот здесь я стою, думаю, сказать, не сказать. Судя по историям, да, родителей ее, друзей, она часто дралась. И в школе. И у нее есть сестра старшая, она… даже они когда были маленькими… А ты бьешь его? Нет. Ну, мы деремся? Мы играемся, да. В общем, она может… Вы в прикол деретесь? Ну, в прикол там… Типа вот так стоим друг друга, начинаем так шик-шик. Серьезно? Да. И я иногда пару раз когда его задеваю, он говорит, тебе больно. Да, у него сильно. Завтра он не молчи, обратиться будет. Наоборот, да. Вот так что подкатывать ко мне опасно. Она может реально врезать. Я причем вообще не сомневаюсь в этом. Я ее наоборот успокаиваю. Да, так часто бывает. Не надо драться. Я потому что дралась в жизни уже, поэтому… Серьезно? Да. С кем последний раз? Ну, это давно было. Вот мне прям хочется, чтобы кто-то к нему подкатил, чтобы кого-то ударить. Самый вообще невероятный слух, который вы слышали про себя либо друг про друга? Ну, что я… Все думаю… поначалу все думали, что я какой-то там олигарх, а она типа за деньги… Ну, конечно, БМВ дарит там. Вместе встречаешься, БМВ. Тут очередь в тебе будет. Не, ну, я не был олигархом. Никогда при чем. Потерпеть месяц, потерпеть месяц. Думай об Эхе. Думай об Эхе. Еще знаешь, что я думала, когда мы с тобой ссорились, уже в отношениях. Да. Когда мы ссорились, и бывало такое, что до расставания доходило, я думаю, сейчас, если мы с ним нас всегда расстанемся, к нему, наверное, девчонки толпиться будут, потому что уже все поняли, типа, и думают, что Талга такой, короче, весь этот. Будут ходить и за ним бегать. Сейчас у меня это бесило прям. Я тебя из-за этого нужно. Только из-за этого не бросила, да? Ха-ха-ха. Такая шутка же. Все думали, что ты олигарх. Да. И что она вышла замуж за бабки. Да. Да. Я понимаю, что это первое ваше интервью. Кстати, да. Одна из причин, почему мы все-таки решили, нам не понравилось в целом, как получилось, а это первое наше совместное интервью. И я сейчас понимаю, что когда-то, я тебе честно хочу сказать, что я, когда смотрел, наблюдал за тобой, я просто подумал, блин, было бы круто, если Бибит когда-нибудь сделал интервью. Я вот недавно поймал себя на мысли, что это вот моя такая мечта была когда-то, и она сегодня сбылась. Спасибо большое, мне очень приятно. Рахмет, брат. Я думаю, я хотел просто закончить на, наверное, самом сложном вопросе, прежде всего для тебя. Это же не первый твой брак. Первый и последний. Первый и последний. Я, да, развелся года три-четыре, нет, четыре года назад. Просто почему-то считается иногда постыдным об этом говорить в нашем обществе, хотя, ну, жизнь… Мне очень, вообще мы об этом никогда не говорили, и когда я все-таки решила, набралась смелости и сказала об этом в Инстаграме недавно, все так восприняли, как вы так могли? И у меня такой вопрос в голове сложился, неужели люди, которые однажды, у которых однажды был неудачный опыт, и неужели они не достойны счастья, не заслуживают любви и вообще найти того самого человека, неужели все это какой-то отброс общества? Почему вот люди так относятся… Да, вот эта разведенка, да, у нас люди… Типа, даже женщин мне жалко, потому что им после очень сложно выйти замуж, потому что у нее статус разведенки. Почему в нашем обществе это так принято? За границей это как с добрым утром, типа… Да, и в жизни всякое бывает, в жизни всякое бывает, и… было дело, да. Как АИМ, ты нашла взаимопонимание с детьми толка? Мы вообще в классных отношениях. Типа, чтобы ты понимал, даже когда они у нас ночуют, или мы ездим в разные поездки с ними, они только со мной спят. Обязательно я должна их искупать, то есть… Это же очень непросто, по сути, это первое самое главное, что важно ему. Да. Да, и он был… он очень рад нашим отношениям. Я сама в шоке, как они так сложились. Тут, скорее всего, дети реально чувствуют человека, а я к ним отношусь не так, типа, ну, это дети там далки, а я люблю их реально. Мои дети далеко не с каждым находят общий язык. Ну, они такие веселые, классные, двое дочерей. Они прямо реально ее любят, она ее… их любит. И то есть я могу смело оставлять дома детей, мы видимся каждую неделю, вот об этом мы, кстати, тоже в Инстаграме не говорим никогда и не показываем. Потому что реакция была такая негативная от общества… Да, лишний раз зачем? Ну и не хотим… Как будто ты увела из семьи там… Такие были… Такие были люди. Ей писали, говорили, ты там тохал, ты там увела, на несчастье счастье не построишь. Вообще, ну, люди-то не знают вообще, как все было-то. Я вообще не… Ну, у меня в воспитании нет такого уводить мужчины. И если бы Талко сказал бы, что там он развелся только даже недавно на нашей первой встрече, если бы он мне так сказал бы… А он сразу всех признался? Да, кстати, сразу. Он на первом свидании, мы сидим… Многие же, ну, не говорят об этом. Ты знаешь, я вот, мы сидели с ней, я вижу, она мне очень сильно нравится, я думаю, сразу точки поставлю, чтоб не было такого, что через неделю… Непонятно, да. Я говорю, слушай, ну, вот так, вот так… Да, он не сразу сказал, он сначала спрашивал обо мне всякие вопросы, я говорю, ну, блин, у меня жизнь на ладони, на камере, все понятно, в принципе, да, я о тебе ничего не знаю, лучше о тебе давай поговорим. И он это собрался всю, короче, свою мужественность в кулак и рассказал мне об этом. Почему-то я не расстроилась. Да. Я стояла и такая, типа, а, вообще прекрасно. Да, ну, как-то вообще… Я даже приятно вот так удивился. Я так смотрела, то есть, у меня даже лицо не поменялось. То есть, я на него вот так вот смотрела, и как смотрела, так и смотрела. То есть, не было такого, типа, а, да ну нафиг, ладно, короче, такого не было. Ну, айду кого-нибудь, да? И если бы он на тот момент был бы, то есть, после развода прошел маленький срок, я бы скорее всего сказала бы нет. Но был уже большой срок. Зачем мне залечивать щита раны? Никто никого не уводил. Да. И все было. На тот момент уже как два года он был холостым и, типа, я такая, ну, окей, а что здесь такого? Это я воспринимаю все очень легко на самом деле. Это жизнь, господи, она дается нам радость. Такие ошибки могут быть простить. Если даже Аим где-то там, ну, чуть-чуть накосячит. Я всегда вспоминаю, я очень благодарен ей за то, что она с моими детьми очень близка. И всегда с ними играется, да, очень классно проводит время. То есть, даже если маленький-маленький косяк с ее стороны, только из-за этого можно много чего вообще прощать. Да ерунда вообще. Дети иногда звонят ему и говорят, а им сегодня свободно, пусть он нас заберет, у нас будет девичник. Да, у них девичник постоянно. У нас постоянно девичник. Это вот наша туса. Они меня отшивают вот так. Одного возраста, я не понимаю. Нет, они маленькие и им интересно. Перед сном они обязательно должны, у нас есть свой ритуал, девичник, своя туса, мы прогоняем талку в другую комнату и они вот со мной засыпают, а до этого мы общаемся. Они делятся своими сокровенными тайнами, они рассказывают абсолютно все. Вот прям нет секретов. Они даже надо говорить, типа папе не говори. Ну то есть мы настолько близки, что… Да, я через нее узнаю там. Ну то есть девочки же, да, они могут там, она может по секрету и рассказать, что ей в школе какой-то мальчик нравится, например. И я от нее узнаю. Ей со мной, конечно, неловко это обсуждать. И вот, как раз тоже пользуюсь моментом, не ставьте крест. Я вообще бы с ума сошел с моей дочкой, мне кажется, мне кто-то нравится. Это фипец. Да. Ну вот, прикинь. Так что в жизни всякое бывает. На самом деле, я безумно рад сидеть с вами вместе, потому что вы настоящий пример того, как должны выглядеть отношения. И я вижу, что это искреннее. Это не когда ты такой восторгаешься, восторгаешься, а на самом деле там что попало происходит. И еще один маленький совет от нас. Давай. Самое главное, наверное, общаться с женой, жене, с мужем. То есть уделять время. Как вот один психолог говорил, уделите хотя бы 20 минут. Без телефона, вот просто за ужином. Без телевизора, без ютуба. Без ничего, уберите просто 20 минут, поговорите просто, как у тебя дела, как у тебя дела, что видео, с кем общался и так далее. И этот коннект, он будет всегда. Да. Просто общайтесь, делитесь и… Мы, если перед сном не разговариваем, все, это значит, день просто так прошел. Мы перед сном прощаемся минут 15. Как будто навек прощаемся. Серьезно? Ну не 15, ну 5 минут точно. Вот реально там… Кто первый отъезжает? Он засыпает в последнее время первым. Ну потому что я рано стоит сейчас. Короче, по-разному кто первый выходит. Вот. Поэтому, да, это очень важно на самом деле контактировать, разговаривать. И даже если есть какие-то нерешенные проблемы, лучше это поговорить друг с другом сразу же, на спокойных тонах, нежели чем… Время вы взорвете и скажете, что 3 раз ты его так сделаете. Уже не по годам мудра вообще. Ох, спасибо. За самые лучшие комментарии, традиционно набравшие большее количество лайков, мы подарим… Что? Битбокс. Мы подарим что хотите. Напишите в комментариях, какой подарок хотели бы от нас. Разумный. Бэхо. Бэхо. Бэхо без Сталинга. А кто определяет? Ты будешь определить? Нет, по количеству лайков. В Ютубе не так легко накрутить эти лайки, поэтому давайте по количеству лайков… На комментарии. За самый креативный, да? Или давайте среди самых топовых комментариев мы выберем один самый креативный. Давайте. И подарим что-нибудь. Да. Ну и пишите в комментариях, что бы хотели. Модельку БМВ. И все попросят БМВ такие. Ну я не знаю, хоть что-нибудь. Друзья, это была программа 13 неудобных вопросов, которая, видимо, требует смены формата, когда мы приглашаем семейные пары, потому что становится гораздо интересней, становится гораздо мимишней. Тем более, блин, этих людей я очень люблю и уважаю. Взаимно. Друзья, всем счастья, любви и хорошего настроения. Подписывайтесь на Таугу, ходите в детейлинг. У АИ мы так много подписываем.